Субтитры делал DimaTorzok 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 Это просто я случайно зафрапсил то, как мы с ним в дискорде разговаривали. Слушаем. Блядь, ебаный долбоёб, он мне не нравится тем, что он на мне хайпит, блядь, хуй ебаный вообще, вы понимаете, ебать? Каждое видео заебал уже, уже даже не стесняется, говорит, что ты, блядь, там в шине Десу больше, чем всех остальных слов, блядь, в видео, по-моему. Это просто пиздец, ебанутый. И ещё говорит, на, вот тебе твоя популярность, доволен? На, вот тебе твой хайп, ты хотел, ты его хотел? Весь, всё видео, блядь, на свой канал, он снял, блядь, про то, как я хочу чего-то, типа, блядь, полностью про меня, ебать. Это пиздец, вообще, ебанутый. Так вот, ты её получил, я тебе уделил пару минут, теперь тебя, блядь, все знают, гордись своей ёбаной популярностью. Ебанутый, нахуй, у меня 608 подписчиков, блядь, малый, блядь, пошёл нахуй со своим, блядь, с хайпом, ёбнутый, блядь. Называет всех, блядь, нас, называет уже ЛФГ, уже, блядь, не цензурит, типа, мы уже, понял, ну, по уровню, то есть, уже можно не цензурить, все знают, всё равно, блядь, насачил. Это знаешь, как продакт плейсмент, короче, типа, он, что-то, скрытая реклама, блядь. Да это, нахуй, не скрытая реклама, это, блядь, нахуй, он хавает на наш счёт, блядь. Вот, типа, не будь ЛФГ, не было бы этого видеоролика, он бы не получил за него тысяч тридцать рублей, блядь. То есть, по сути, нахуй, он получил деньги за то, что мы существуем, и ещё, блядь, умудрился нас за это обосрать. Напиши Дону, пусть он, это, монетизация снимет с того видоса, пусть зарплатный, блядь, тебе платит за эти видосы. Это реально, пиздец, вот это просто, вот нахуй, батл по фактам, блядь, существует ЛФГ, существует долбоёб, который получает деньги за видеоролики. И у них, блядь, их таких три долбоёба, и каждый снял видеоролик про ЛФГ, который мы сделали. То есть, они получили деньги за то, что мы существуем, блядь, и на нас выёбываются, это пиздец, блядь. Да, мне, в принципе, похуй, типа. Я штаб в плюсе всегда, пацаны, я в плюсе, вы сами знаете. Я зашёл на форум и пожелал удачи составу и лидеру в антисотке. Многие мне ответили нормально, взаимно, а некоторые начали меня провоцировать. Я, конечно, был только за, так как я давным-давно сидел, троился на форуме, троился на форуме. У меня даже было там под пять тысяч постов. Короче, думаю, тряхнул стариной-ка я. Потом один клоун решил всем доказывать на форуме то, что он меня когда-то поднял там в гетто. Я у него выпрашивал ранг на елуп, хотя я, блядь, не играл никогда на елуп. Ну, то есть, вот этот вот человек троллился на форуме, да? С кем ты троллился, ты, блядь, нищеброд? Сам с собой, что ли? Вот, блядь, понимаете, что в этом самое, блядь, смешное? Не то, что он... Ну, блядь, вот просто гляньте на форум Никчелика, с которым он троллился, да? Ну, вот, троллился. По-по-своему. Самое смешное не то, что он, блядь, сидел и вот всерьез впитывал то, что он ему пишет. А то, что он сделал по этому поводу видос, блядь, видос. Еще до этого он сделал пост ВКонтакте, блядь, тоже со скрином вот этого форумника. И сидит, и на важных щахтах говорит, блядь, что-то он мне заело, затирает. Да я не играл никогда на елуп, блядь, пиздец тупые люди. А он сам-то тупой, блядь, вы гляньте на него серьезно. И вот этот вот человек кому-то затирает что-то, блядь. Вообще за что угодно. Он не имеет морального права кому-то что-либо объяснять, блядь, он тупой. Я ни в коем случае не хочу его своими словами как-то задеть или обидеть. Ну, может и хочу, блядь, мне вообще насрать. Но, блядь, даже, сука, обезьяна, блядь, которая вчера с пальмы слезла, поймет, что над ним рофлят. А он не понял. Ну и тем не менее, каким-то образом собрал аудиторию 200 человек. Это просто, блядь, шок-контент. И ждал размороза Грув Стрит, который должен был быть еще в 13.00. Но лидер почему-то перенес на 19.00, потому что онлайн у Грув 30, а риф и 100, и он... Какая антисотка, да? Блядь, ну тут даже объяснять нечего, блядь. Во-первых, у них онлайн до теры всегда был 30, а на тере 100 плюс. Это первое. И второе, блядь, естественно, он не стал выходить в час дня, потому что тогда у него было просто мало РП очков, чтобы маты брать. Ну, просто он был без матов. Типа, это, ну, логически. Зачем выходить с нейтрала, если у тебя нету чем драться? До 7 часов сделали ацессы, сделали матов, пошли драться. И выебали, между прочим. Блядь, вот у меня, сука, горит очко, пока я это все записываю. Неужели для того, чтобы, блядь, понять, насколько этот человек лжив и туп, я должен делать видео, я должен вот с этим вот заморачиваться? Почему у вас нет своего мозга? Вот увидели, дебила, все, пальцем потыкали, блядь, камнями пошвыряли и ушли, блядь. Зачем вот это я должен этим заниматься, блядь? С недавних пор я узнал то, что на вага стоит ЛФГ, его поставили на антисотку, как бы сильный игрок. И ребята реально делают антисотку. Ну как вы ее, блядь, делаете? С помощью приватного АИМа, который вам написала Надюха Транцуха? Еще одно очко, плюс того, что этот человек наглухо отбитый ебанат. Это просто пиздец, вы только послушайте. Он увидел полторы какие-то переписки, которые мы сами же, блядь, с помощью сарафанного радио показали ему. И он свято в них поверил, все, вообразил из себя Шерлока Холмса дохуя разоблачителя и сидит довольный, пердит, блядь. Это вообще, ну, ноу-брейном нужно быть, блядь. И вот у этого человека аудитория в 200 тысяч человек. Как? Просто я не понимаю. Так, ни в коем случае сейчас следующим своим предложением не хочу никого обидеть, но если вдруг кто не понял, никакого приятного АИМа нет и не существовало. Я понимаю, что это разрыв шаблонов и ваша жизнь никогда не станет прежней, но просто смиритесь и живите дальше. При этом еще выставляют публично свой киллстат, типа вот так вот надо вывозить. А че ж вы так не выебывались на 02, а? Ну, полная ерунда, блядь, ну, реально чушь, блядь. Выебывались, чувак, выебывались. Пример тому твои лидерки все, на которых ты обосрался от нас. Ну и раз разговор зашел о лидерках, может быть ты расскажешь своей аудитории 200 тысячной, почему же ты не взял лидерку на 03 сервере Вольво с открытия? Почему ты так долго ждал, почти месяц? Не потому ли, что боялся пизделей отхватить от нас же, сынуля? Нет? Половина вашего клана это крысы, которые сольют друг друга за 50 рублей и любую информацию. Если вам что-то хотя бы делают приватное, не кидайте, блядь, каждому второму это. Вы себя этим позорите, как всегда. Это, блядь, ну, я хуй знает, ну, блядь, чувак, остановись. Нету Аима, никого нету, мы заставили тебя в это верить. Все, расслабься. Стаса разварнили, я показал это в тизере, его Рыжаков лично разварнивал. Но сейчас можете лицезреть, в принципе, как выглядит человек семейный, да? 200 тысяч подписчиков на ютубе, которому можно написать личных сообщений вконтакте, что, например, вот, Шинни Десу ебет детей. И все, ребята, завтра будет разоблачение на Шинни Десу и про то, что вот он ебет детей. Он же ни разу не говорил об этом в своем видеоролике. Так что, ну, заставляет задуматься. Да, кстати, я оставлю ссылку на оригинальный видеоролик To Fika Deep Size в описании. Это если вдруг среди вас найдутся те, кто захочет проверить всю хронологию. То есть, я вас убеждаю, что вот это вот все, что я показываю, это, ну, не монтаж. Это действительно то, что он говорит. Это не вырвано из контекста. Это действительно то, что он имеет в виду. Просто вот когда смотрите это, подзадумывайтесь действительно, вот, ну, здоров ли этот человек. А закончилось все тем, что групп сели на респу, и лидера клана, который стоял на групп, сняли за читы. Как всегда. Лидера клана, который стоял на групп, сняли за читы. Как всегда. Да, Буча. Здорово, что, слышно? Да, слышно. Это, я хотел поговорить, за что меня сняли, типа. Ну, он говорит за читы. Если ты юзал гмкар и плево смерть, то он все правильно сделал. Ну, гмкар это юзал, потому что, как тебе объяснить, а что мне стримить? Я на стриме даже сказал, что я попросил пацаны, я вот сейчас стримлю, я попросил пацаны, скиньте мне гмкар, мне скинули гмкар. Давай, по порядку. Давай. Лидеру нормально читы юзать? Как ты думаешь? Да, при чем здесь? Ты понимаешь, я больше уже... Ты понимаешь, я хочу... Ну, а я хочу, понимаешь? А как... А что мне... О, меня снях у него слышно. Я не юзал гмкар на теле. Я юзал гмкар, чтобы доехать с подписчиками, блядь, до армии, блядь. Мы хотели, блядь, поиграть, нахуй. Блядь, блин, ну, должен к этому привыкать уже, что постоянно подобные происходят. Твои подписчики... Как нам доехать, наручок? Я не знаю, как... Ну, если ты не знаешь, Валер, если ты даже не знаешь, как доехать... Ну, не, повод. А, ну, Валер, если это не повод, хорошо. Извини то, что, Валер, я не стримил, но мне надо было просто, блядь, два часа стоять на респе, блядь, и все. Извини, Валер, я в следующий раз так буду стримить. Опять-таки, для тех, кто не понял, что сейчас произошло. На ваших глазах ваш кумир, 200 тысяч подписчиков, мистер вселенная, а.к.а. Tofic DeepSize, обосрался у меня в видеоролике. Прямо на ваших глазах. Спасибо большое челику с ником T-Rap. У него 43 подписчика, подписывайтесь на канал. Я оставлю ссылку в описании за то, что он кое-как коряво залил запись этого стрима. Я бы его вряд ли нашел самостоятельно, так что спасибо T-Rap. Хайп тебе. Вот. И насколько нужно быть лицемерным, блядь, ублюдком, чтобы кому-то пояснять за читы, но при этом саму их использовать. И при этом точно так же слетать с лидерки. Но дело в том, что Tofic же у нас особенный ютубер. И если Миху сняли с корнями за Клео Смерть, и вообще безобидный чит в принципе, то Санька восстановили в течение часа буквально. Так что такие дела. Не грех бросить свою лидерку на пару дней и уделить время данному вару против данной личности. Потому что он много гадостей говорит в мою сторону, оскорбляет мою аудиторию, моих друзей. Ну, насчет твоих друзей оскорбления в принципе вполне обоснованно. У тебя друзья ебанаты. А вот насчет твоей аудитории. Слушай, а ты случаем свою аудиторию никак не обманываешь? Ну, например, не говоришь, что 2 плюс 2 равно 4. Не врешь ли о ком-то? Не врешь ли сам о себе? Не лицемеришь ли? Давай сейчас это и выясним. Аллоу. Привет. Здорово, Мишань. Здорово, ребята. Слушай. Короче. Блядь, что начать? Миша, можно спросить? Миш, можно? Дамагера мы будем возвращать. Миш, миш. Миш, миш. А цель твоей лидерки каковая? Выебать Тофика, встать на админку, отстоять лидерку, подружиться с Тофиком. Какая вот твоя цель вот этой лидерки? А чего они, кстати, меня не любят? Ну, вообще, у меня тоже был вопрос, кстати, насчет, ну, вот, прям к тебе, потому что я хотел узнать. Вот, а ты в натуре считаешь, что ты делаешь вот прям качественный смешной контент от души? Или ты понимаешь, что ты вот коммерческий человек? Мне 20 лет, я семейный человек. Ты серьезно думаешь, что мне интересно сидеть за... А-а-а-а! Ты реально думаешь? Я думаю, нормальные люди покупают, что это просто нравится людям, которые меня смотрят. Я думаю, если бы человек, который, знаешь, вот как ты, знаешь, задумался, бля, ну не можешь же он быть таким ебланом, да? И когда человек уже снимает блоги, выходит на улицу, пытается как-то разнообразить контент, то, что он хочет как-то поменяться. Вы, да, зайди на мои видеоролики, я там уже даже не ору, как обезьяна кончена. Есть у меня старые видеоролики, если хочешь, смотрел. И сейчас мне это самому не нравится, мне это противно делать. Это нравится моим подписчикам, мне это не нравится. Да я понимаю, что... Мне 20 лет, блядь. Просто понимаешь, когда ты, вот, Миша, поорешь ли, Миша, что ты лучше? И, Миш, ты будешь зарабатывать, так скажем, 40 или 50 тысяч рублей в месяц, да? Ну и вести себя вот на видео, знаешь, как, ну не то, что клоун, ну ты, ты знаешь, актерская игра, да? Или ты, Миша, пойдешь на работу, блядь, и будешь вставать в 8 утра, приходить в 8 вечера. Да, блядь, на самом деле это выбор каждую. Я знаю людей, кто точно не делал так на камеру. Конечно, каждому свое, но лично мое мнение, никакие деньги не стоят того, чтобы вот так вот переобуваться и кричать только потому, что кому-то это нравится. Ну, если Тофико Дипсайзу нравится садиться на бутылку, пускай садится, то его право. Ну, а если же вам нравится облизывать потом эту бутылку, мне вас жаль. Вы в это делаем сами. Собственно, на этом у меня все. Спасибо большое вам за просмотр. Хотя, знаете, нет, не спасибо. Пошли нахуй, атихай. Да, кстати, остальные подсосы для Кафена, Вейв и Луня, вы следующие. Готовьте петли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok